Здравствуйте! Меня зовут Наталья Седлецкая, и вы смотрите программу журналистских расследований «Схема». Это совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «ЮАПерший». Виктор Медведчук и бизнес в России. Из цикла расследований нашей программы общественность уже узнала о том, как украинский политик создает и активно наращивает свою бизнес-империю в Российской Федерации. Нефтедобыча, нефтепереработка, строительство, грузоперевозки по суше и по морю, бизнес-консалтинг – это далеко не все направления деятельности компаний, которые напрямую или косвенно связаны с Виктором Медведчуком в России. Эта новая история не просто ярко дополняет эту цепочку разоблачений о бизнесе семьи пророссийского политика, которому российская власть способствует различными способами. Мы обнаружили, что компании, так или иначе связанные с семьей председателя полицовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака вышли на новый уровень, присоединились к большому международному проекту – возведению специального терминала и канатной дороги между Российской Федерацией и Китаем. Ее анонсируют как первое в мире международное сообщение такого типа. И, похоже, после окончания строительства его реализаторы получат налоговые льготы от российской власти для деятельности на границе двух стран. Об амбициозном строительстве на Амуре в расследовании Максима Савчука. В течение последних нескольких лет российские СМИ нахваливают амбициозный трансграничный проект – первую в мире канатную дорогу, которая должна соединить две страны. Проект канатной дороги, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, признан одним из самых крупных событий мировой архитектуры в 2019 году. Активные работы на российской стороне начнутся после выдачи разрешения на строительство. Время в пути займет не больше пяти минут, а интервал между рейсами не превысит и четверти часа. Протяженность переправы составит 973 метра. Это уникальный межгосударственный проект. Прежнего нерасторопного инвестора заменил другой, перспективный. Запустить канатную дорогу через реку Амур – идея не новая. Переговоры между странами проходили еще в 2011 году. А закончить строительство вместе с терминалами, гостиницами и магазинами «Дьютифри» планировали до 2015 года. Но что-то пошло не так, и строить начали только год назад. Эту историю, в которой удивительным образом переплелись Россия, Китай и лица, имеющие отношение к украинскому пророссийскому политику, правильно было бы начать с географии. Ибо главные события происходят аж в 8 тысячах километров отсюда. Город Благовещенск – административный центр Амурской области. Это Дальний Восток Российской Федерации. Особенностью города является то, что он пограничный. С российского берега видно китайский Хэйхэ. Хэйхэ – это городской округ в провинции Хэйлунцзян. Граница между странами проходит по фарватеру реки Амур. Такая близость Благовещенской и Хэйхэ часто спасала русских. В 90-е годы Благовещенск в шутку называли «адидасник». Из Китая через этот город в Россию возили тонны спортивных костюмов. Гуляли толпы русских людей, которые просто приходились, затаривались сюда вообще всем, чем можно было только затариться. Отношения между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ уникальны тем, что более 30 лет между городами действует безвизовый режим. В 2018-м даже праздновали юбилей его подписания. До прошлого года туристы пересекали границу. Летом на пароме, зимой на катерах на воздушной подушке. А в ноябре 2019-го торжественно открылся первый китайско-русский автомобильный мост через Амур. Российские СМИ говорили о нем как о символе сближения двух стран. Россия и Китай стали ближе. Две части моста между Благовещенском и Хэйхэ соединены. Эти мостовые опоры как фундамент для растущего товара оборота с Китаем. По прогнозам, он должен вырастить до 3 миллионов тонн в год. И если построят канатную дорогу, она станет уже четвертым способом попасть из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. И наоборот. Летом 2019-го года состоялась торжественная церемония начала строительства. Китайские и российские строители синхронно залили по первому кубу бетона. Российская сторона к заливке первого куба готова. Канатная площадка Вот так выглядит стройплощадка сейчас. Пока что здесь только намыли песок и провели электричество. Кто же будет строить канатную дорогу? Время рассказать о проекте и его истории подробнее. Ее мы составили исключительно из сообщений и отчетов на официальном сайте правительства Амурской области. Потому что, к сожалению, подробной информации нам просто не предоставили. Несмотря на то, что мы заранее прислали информационный запрос, в котором попросили уточнить важные аспекты. Итак, в 2013 году правительство Амурской области заявило, что активизировалась работа с китайской стороной, в том числе и по поводу идеи возведения канатной дороги. В 2014 руководство области читалось, что готовят и согласовывают проект. 2015 год. Правительство России и Китая подписали соглашение о строительстве и обслуживании канатной дороги. И после этого на два года упоминания о ней в отчетах пропадают. Пока в области не появляется новый руководитель – Василий Орлов. Орлов демонстрирует готовность закончить проект. И в комментариях властей по поводу строительства российской части канатной дороги появляется конкретика. В частности, становится понятно, что архитектурной концепцией российского терминала канатки занимается голландская компания UN Studio. А значит, на ее сайте можно ознакомиться с тем, как он должен выглядеть. По официальным сообщениям, дорога будет протяженностью в 973 метра, будет состоять из двух кабин, каждая из которых сможет вместить до 110 человек. А в четырехэтажный терминал будет входить международный пункт пропуска, торговые помещения и общественное пространство. Закончить строительство планируют в 2023 году и исключительно за счет инвестора. В свою очередь власть региона добивается вхождения в зону свободного порта для Благовещенска, чтобы инвестор канатки в перспективе получил налоговые льготы. И все это говорит губернатор ради туристов. Можно маршрут условно Пекин-Москва для китайского туриста или Пекин-Санкт-Петербург провести через Благовещенск, долетев до Хэйхэ, переехав через Амур на канатной дороге, поехав в аэропорт, там сев на самолет и прилетев в условно Питер или условно Москву. А еще появились объяснения того, почему проект не закончили раньше. Мол, компания-инициатор и инвестор строительства Z Development вела себя безответственно. Но теперь заявляют власти Амурской области все иначе, потому что владелец Z Development сменился на более надежного. У части зрителей может появиться ряд логичных вопросов. Зачем нам вся эта информация? Где Амурская область с ее китайской границей? А где Украина? Почему все это нас вообще должно интересовать? Ответ на самом деле на поверхности. Если перевести на украинский фамилию, имя и отчество директора и одновременно учредителя Z Development и задать точный поиск Google, то единственным, что он найдет, будет декларация Виктора Медведчука. А если поискать тщательнее, можно выйти на структуру его соратника, Тараса Козака. Схемы неоднократно рассказывали, что Тарас Козак и кум Путина Виктор Медведчук давно дружат с семьями. Их объединяет политика. Теперь оба входят во фракцию ОПЗЖ. Бизнес и совместные перелеты в Россию. Там у них с 2018 года общая нефтедобывающая компания, оформленная на жен, телеведущую Оксану Марченко и гражданскую жену Тараса Козака Наталью Лавренюк. Эта компания на льготных условиях получила от российских властей право осваивать одно из крупнейших российских нефтяных месторождений в Югре. Жена Медведчука успешно развивает российский бизнес. В прошлогодней декларации Виктор Медведчук указал 12 компаний, бенефициарной собственницей которых является Оксана Марченко. Это ж было уже. Зачем нам читать то, что мы уже слышали? Окей. А вот Тарас Козак официально декларировал только одну российскую компанию. В его декларациях с 2015 по 2018 годы фигурирует Добробуд Инвест. Это клон украинской компании с таким же названием, который появился в российском реестре после аннексии Крыма. На Добробуд Инвест по российским законам зарегистрировали земельный участок на полуострове. И именно от Добробуд Инвест тянется первая ниточка к амбициозному проекту первой российско-китайской канатной дороги. В течение 2016-2018 годов, когда народный депутат Украины Тарас Козак указывал российскую Добробуд Инвест как свою собственную, ее директором был Александр Евгеньевич Барымов, уроженец Беларуси, получивший гражданство России в 2004-м. Тот же Александр Барымов фигурирует и в российских структурах семьи соратника Козака Виктора Медведчука. В частности, Барымов является директором фирмы Нью Йол, которая владеет долей в Юг Энерго. Юг Энерго, согласно декларации Виктора Медведчука, контролирует его супруга Оксана Марченко. Эта компания входит в условную нефтяную группу компании Медведчука в России. Есть еще одно интересное обстоятельство. Услуги по парковке автомобиля Барымова, по информации, полученной из наших источников, касающихся российских операторов мобильной связи, оплачивались с телефона основателя другой компании Оксаны Марченко «Ренессанс». Знаете, кто это Александр Барымов? Это директор и единоличный владелец компании «Зет Девелопмент», которая строит канатку через Амур. Вот он на встрече в кабинете губернатора Амурской области Василия Орлова. Таким образом, схемам удалось установить, что директором и единоличным владельцем компании, которая занимается возведением трансграничной канатной дороги между Россией и Китаем, является лицо, которое фигурировало или фигурирует в структуре российских компаний-членов ОПЗЖ – Виктора Медведчука и Тараса Козака. Но связь Медведчука-Козака со строительством канатной дороги через Амур прослеживается не только через Александра Барымова, но и через родного брата Виктора Медведчука – Сергея. Мой брат очень грамотный в политике, очень грамотный юрист. Все, что он говорит, это чистая правда и реальные шаги для того, чтобы это обоплотить в жизнь. Важно отметить, что помимо Z-Development в строительстве канатной дороги участвует группа компаний «Регион». Местные власти называют ее главным инвестором в возведении канатки. Логотипы группы во время церемонии, посвященной старту строительства, были повсюду. Согласно отчетности «Регион» предоставляет Z-Development кредиты через связанные структуры ГК «Регион» и управляющую компанию МКБ «Капитал». Группа компаний «Регион», как указано на ее сайте, контролируется российским бизнесменом Сергеем Судариковым, которого в российских СМИ называют близким к Игорю Сечину, главному исполнительному директору нефтегазового гиганта «Роснефть» и давнему другу президента России Владимира Путина. В ноябре прошлого года российский «Интерфакс» сообщил, что Сергей Медведчук участвует в принятии решений по развитию ОАО «Аптечная сеть 36.6». Крупным акционером этой компании является московский кредитный банк из концерна «Росиум», который тогда возглавлял Сергей Судариков. Помимо этого, в «Росиуме» и «Интерфаксу» сообщили, что Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна по инвестициям. Таким образом, как видим и схемы, опосредованные связи между Медведчуком-Козаком и строительством на Амуре можно проследить не только через Барымова и Z-Development, но и через инвестора ГК «Регион» и брата Виктора Медведчука – Сергея. Владелец и директор Z-Development Александр Барымов на наши сообщения и звонки не ответил. В группе компаний «Регион» в ответ на наш запрос указали, что видят выгоду в строительстве из-за высокого пассажиропотока – 1 миллион в год, а также перспективу получить статус резидента особой территории «Приамурская», предусматривающей налоговые льготы с целью развития кооперации между Россией и Китаем. Виктор Медведчук на вопрос о причастности его и соратников к строительству канатной дороги на Амуре отреагировал так. У нас вопрос по строительству канатной дороги на Амуре. У вас есть там бизнес-интерес или нет? Нет, у меня нет. Нет. Просто мы обнаружили, что там фигурирует такой Александр Барымов. Александр? Который был до этого Барымов Евгеньевич. Я же сказал, я не знаю, кто это. Он фигурирует в структуре «Югенерго» и долгое время был руководителем… Неужели вы думаете, что я знаю всех на сегодня менеджеров той или иной структуры, где моя семья или моя жена является бенефициаром? Ну это… Он даже в вашей декларации есть. Кто он? Он. Александр Барымов Евгеньевич. Барымов? Есть. Есть в моей декларации. Ну подумайте, что вы сейчас говорите. Но какие могут быть фамилии в моей декларации? Там происходила продажа акций одной из компаний. Я еще раз говорю, ну как может быть в декларации фамилия того или иного человека? Ну может такое быть. Ну вы знаете, я, например, знаю, кто такой Зеленский. Я знаю, кто такой Путин, да? Я знаю, кто такой Порошенко. Но кто такой Барымов, я не знаю. Понятно. Смотрите, там есть еще Сергей, брат ваш. Он имеет отношение к группе компаний «Россиум» и группе компаний «Регион». А что такое? Какая причастность у него? Скажите, пожалуйста. Согласно сообщениям российского интерфакса, значит, Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна, которым является Сергей Судариков. Сергей Судариков возглавляет группу «Регион», которая инвестирует в строительство канатной дороги. Да, дальше. Работает мой Сергей в этой структуре. Дальше что? Я тут причем? Таким образом мы видим, что директор Барымов, который есть в структуре... Смотрите, смотрите. Вы сразу говорите о том, что это вы видите. Не мы, а вы видите. Я такого не вижу. Это в соответствии с реестрами. Если человек работает менеджером какой-то, Барымов, если мой брат работает менеджером в какой-то структуре, то почему я должен к этому иметь какое-то отношение? Скажите, пожалуйста, чтобы я понимал. Просто это странное совпадение. Смотрите, а почему это совпадение? Потому что Барымов работал... Это не совпадение. Есть структура, где работает мой брат каким-то менеджером, да? И получает за это заработную плату. Скажите, пожалуйста, а я при чем? Я при чем? И в этой же истории с канатной дорогой есть Барымов, в которой есть в структуре Югэнерго, которая в вашей декларации. Смотрите, в моей декларации нет Барымова. Есть структуры, и за эти структуры я или моя жена, как конечный бенефициар, несет ответственность. Это все в налоговые органы. Я не знаю, кто такой Барымов. Я не знаю о канатной дороге. Где? Где была канатная... Между Китаем и Россией. Из Благовещенского в Хэйхэ. Не знаю, не знаю. Давайте подытожим. Стратегически важную для российской власти канатную дорогу из России в Китай доверили строить компанией The Development, которой владеет Александр Барымов. Он же директор фирмы NewYol, входящий в структуру Югэнерго. Согласно декларации Медведчука, это компания его жены, Оксаны Марченко. В которой с Барымовым, помимо этого, есть и другие финансовые взаимоотношения на значительные суммы. Этот же Барымов несколько лет подряд руководил компанией близкого соратника Медведчука, Тараса Козака. Кроме того, Виктор Медведчук подтверждает, что его брат действительно имеет отношение к группе компаний, которые инвестируют миллиарды рублей в строительство крупного геополитического проекта канатной дороги между Россией и Китаем. Но при этом украинский политик, приближенный к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, заявляет, что не в курсе того, чем его менеджеры и члены семьи занимаются в России. Может ли так быть на усмотрение зрителя? А пока мы готовили это расследование, выяснилось, что у Александра Барымова на Амуре есть еще одна компания. Мильдор Девелопмент. И эта компания, как заявляют власти Амурской области, вместе с группой компаний «Регион», планирует построить рядом с канатной дорогой отель и спортивно-культурный центр. На сегодня это все. С вами была программа «Схемы». Это совместный проект «Радио Свобода» и «ПРШО». Встретимся ровно через неделю. Удачи!